Здравствуйте, уважаемые представители знака Здиака Лев! Общий астрологический прогноз на ноябрь 2022 года, 8 ноября, лунное затмение в знаке Здиака Телец. Оно окрашивает всю первую декаду ноября и характеризуется для вас успехом. Успех, достижение почестей, премий, наград, и это по жизни, вообще в любой сфере вашей жизни, но больше всего, конечно, акцент на работу. Кто не имеет работу, может ее найти, кто работает, получит успешную какую-то должность, то есть продвижение по службе может пойти. Также у кого-то триумфальный выход на пенсию. В целом это лунное затмение о триумфе, о триумфе и об успехе. Это как будто бы вы забрались на гору, на свой личный Эверест и поставили флаг. Вот что это для вас? Для вас это сейчас какая-то ситуация, для кого-то просто найти работу в ситуации безработицы, это уже успех. А для кого-то, например, выиграть какое-то невероятное соревнование, спортивное в том числе, или занять должность, директором стать, президентом компании стать, свой бизнес собственный открыть. А для кого-то, конечно, триумф и выход на пенсию триумфальный. Учеба тоже может идти по такому лунному затмению, когда вы получаете диплом, то есть получение на руки, подтверждение того, что вы супер классный молодец. Это может быть кубок победителя, медаль, это могут быть крупные суммы денег. Кстати, может быть и не у вас, а у ваших родителей, у папы, либо у мамы, если она у вас бизнес-вумен. В любом случае, это успех. Успех как по жизни успех. Карьера не только как на работе, продвижение по карьерной лестнице, но и продвижение по жизни. У кого-то может быть брак, особенно если вам за 30, брак успешный, может быть даже по расчету, по психологическому, либо по материальному расчету. Брак с вышестоящим, с взрослым, с начальником. Может быть у вас был роман на работе, и он перерастет в очень серьезные отношения, если не официальные, то в гражданский стабильный брак. Здесь идут серьезные отношения с серьезными людьми, со взрослыми людьми, с богатыми, состоятельными, с успешными, с авторитетными, с теми людьми, которые дорожат своей репутацией. Вот такие взаимоотношения. Третья декада ноября окрашена очень, ну как бы очень, не очень, конечно, большим, но относительно всех других транзитов, очень большим количеством транзитов по вашему пятому дому любви. Поэтому, несомненно, успех будет сочетаться с любовью. Успешная любовь. Это может быть любовь, еще раз повторюсь, к работе, к занятию, к своему собственному делу. То есть вы, может быть, откроете свое дело, малое, большое, все равно. Дальше, какая еще может быть любовь? Любовь к детям. Поэтому успех у детей, возможно, второй декаде. Или вы успешно, наконец-то, у вас получается сделать ребенка. Успех в этом плане, успех в зачатии. Успех в любви, конечно, романтической. Давайте по полочкам разберем. Во-первых, 16 ноября Венера переходит в ваш дом любви. Это значит, что успех по любви относительно женской энергии. Значит, если вы мужчина, то у вас может появиться вослюбленная, если вы одинокий. В негативном ключе может появиться любовница, любовный треугольник. К сожалению, избегайте этих дьявольских сетей. Треугольники, это всегда по дьяволу идут отношения. Дальше, если вы женщина, то в Венере в пятом доме, может быть, у вас поклонников много появится, и вам будут дарить красивые подарки, ухаживать. То есть это об ухаживании для женщины. Также может появиться подруга, любимая подруга. Если вы как-то заинтересованы в взаимодействиях с женщинами, в любом отношении будет очень успешно вторая декада ноября, еще и потому, что Меркурий на следующий день переходит тоже в ваш пятый дом. То есть Венера — это подруга, а Меркурий — это, в принципе, друг. Меркурий, он как бы бесполой считается планетой. Поэтому у вас может появиться какая-то девушка, какая-то красивая энергия, если не девушка, и вы будете дружить с этой энергией. Поэтому у кого-то появляется подружка, у кого-то возлюбленная, а у кого-то, например, красивая кукла, красивая софа, красивая посудомоечная машина. То есть вы воспринимаете эту энергию как энергию дружелюбной красоты. Сочетание Венера и Меркурий — это дипломатичность, это элегантность, это светскость, это вот такая очень, я бы даже сказала, инстаграммность. Это вторая декада ноября. Дальше. Солнышко переходит тоже в ваш пятый дом любви. Если я говорила, что у мужчин может появиться возлюбленная в районе 16 ноября по переходу Венеры в пятый дом, то для девушек больше актуально уже третья декада ноября в плане поиска возлюбленного. Потому что Солнце — это потенциальный муж. И вот когда Солнце — потенциальный муж переходит в пятый дом, значит, вы встречаете возлюбленного, который потенциально может стать вашим будущим мужем. И новолуние 23 ноября. Замечайте, то есть 16-17 рядом Венера и Меркурий, и дальше 22-23 — Солнце в Сагитариус, в Стрелец. И новолуние в Стрельце. Тоже два дня рядышком. Но если Венера с Меркурием — это парень и девушка, то Солнце с Луной — это муж и жена. То есть о чем ноябрь? О том, что вы можете встретить потенциального мужа, либо потенциальную жену. Если не в первой декаде, то во второй. Если не в второй, то в третьей. В общем-то, весь месяц очень мощный, очень сильный об успехе. Первая декада — успех в любви. То есть, может быть, вы выходите, например, на публику и становитесь в целом успешной, и заодно в любви. Например, вы выступили где-то с докладом по работе, а в аудитории, которая вас слушала, находился мужчина, которому вы понравились. Во вторую декаду ноября он уже позвал вас на свидание. А в третьей декаде ноября уже и что-то посерьезнее, потому что у вас еще, кроме дома романтических интимных отношений, актуален дом секса. Пятый дом — это дом романтического нежного секса. А восьмой дом — это такой уже дом, он считается классическим домом сексуальных отношений. Но чтобы вы понимали разницу, если по восьмому дому сексуальные отношения идут только как факт, скажем это так, то по пятому дому это лепестки роз, это танцы, это, ну, в общем, это больше с романтическим уклоном. Разницу, думаю, вы понимаете. То есть, грубо говоря, по первому из сексуальных домов, а это дом пятый, идут отношения сексуальные только в начале взаимоотношений пары, а по восьмому дому это уже более далекие, более глубокие сексуальные взаимоотношения, более интимные. По восьмому дому идет зачатие и различные сексуальные перверсии, отклонения в негативном ключе. А в позитивном ключе мы можем говорить по восьмому дому о разновидностях различных, то есть это о разных видах сексуальных взаимоотношений мужчины и женщины, и если туда дальше углубляться, то очень идет тема эзотерическая касается, то есть тут можно касаться тантры и всего остального на свете. То есть это не просто уже что-то красивое, легкое, это уже что-то глубинное, это такой контакт сексуальный, который порождает существенные изменения в жизни и в психике. То есть сексуальный и интимный контакт по восьмому дому может вскрыть, например, у человека какую-то детскую травму, которую впоследствии можно проработать. Или сексуальный контакт по восьмому дому может привести к зачатию. Думаю, вы понимаете эту разницу. Одно дело романтика, другое дело уже как бы серьезные отношения. По восьмому дому идет секс в паре, в браке. По пятому это встречание, это только лишь начало отношений. В общем, как вы видите, энергия такова, что в любом случае идет на развитие. Знакомство, встречание, сексуальный контакт. Про секс больше третья декада ноября, поэтому ориентируйтесь туда подальше, уже ближе к зиме, собственно говоря, будете согреваться огнем. Потому что огня у вас очень много. Львы, вы есть знак огня, и у вас пятый дом – это стрелец, это опять огонь. И восьмой дом – это опять огонь, это скорпион. То есть очень горячий месяц, очень, конечно, насыщенный сексуальной энергетикой. Поэтому, если вы заключаете брак, например, даже если неофициально, предлагаете девушке жить вместе – это первая декада ноября, вторая декада ноября – это романтический такой медовый и сладкий месяц. А третья декада – это такой уже чисто, ну, больше в БДСМный уклон, чтобы так вот ярко это сказать. То есть сахарно-ванильно – это вторая декада, а что-то такое пожестче – это третья декада. Но будьте, конечно, в любом случае добры, потому что Юпитер – это добрая планета, он всё расширяет, он всё увеличивает. И во втором доме, то есть в восьмом доме он может расширить не только ваши сексуальные контакты, количество секса, но и деньги, потому что восьмой дом – это дом денег от супруга супруги. Но, к сожалению, также и кризисы в вашей жизни. Как избежать расширения кризисных ситуаций, быть добрым, потому что Юпитер – это благотворитель. То есть здесь такая рекомендация. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни было поменьше плохого, было только хорошее, то вам нужно совершать благотворительные акты, благотворительные взносы. Это третья декада ноября. То есть это такой будет своеобразный даже откуп в магическом значении от неприятности. Потому что, да, должна вам об этом сказать, Юпитер в восьмом доме не только даёт много удовольствия и денег, но и может увеличить кризисы. Ещё раз повторюсь, как уменьшить кризисные ситуации, давать откупы в виде денег, то есть благотворительностью заниматься. Восьмой дом – это дом мужа, денег мужа. Поэтому, если вы мужчина, меня сейчас слушаете, то максимальное количество денег давайте своей женщине. Просто сколько можете и сколько не можете, ещё больше. То есть это о том, что вам нужно быть благотворителем. Если вы мужчина, ещё раз подчёркиваю. Если вы женщина, то по восьмому дому, по Юпитеру в восьмом доме, вы можете, условно говоря, подрабатывать психологом для кого-то. То есть если мы берём взаимоотношения мужчина-женщина, то мужчина даёт деньги, женщина даёт моральную поддержку своему мужчине. Думаю, теперь точно уже всё понятно. И много денег, много моральной поддержки. Ну что же, думаю, что многим из вас не понравится этот гороскоп, потому что меня слушают люди, которые часто очень много фукают, когда я говорю о каких-то откровенных темах. Ну, что поделать? Я должна говорить то, что вижу. Что вижу, то пою. Если вы хотите заказать свой личный гороскоп, посмотрите, пожалуйста, на экран. Здесь мой номер телефона, вебер, ватсап, телеграм. Пишите, заказывайте работу лично для себя. Берегите себя, конечно, в этом месяце, ноябре, потому что месяц горячий, активный, много страсти. Смотрите, не обожгитесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...